На фоне бушующих скандалов с участием западных СМИ, в сети набирает популярность интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, где он заявил о предвзятости западных СМИ. В интервью с ноября прошлого года репортер спросил Ильхама Алиева о свободе прессы в Азербайджане, якобы пытаясь поставить его в затруднительное положение. Но напротив, глава азербайджанского государства не только не нуждался в защите, но и задал корреспонденту встречный вопрос. Как вы думаете, у людей нет этих прав и оппозиции и свободных медиа нет в Азербайджане? спросил Алиев. В ответ корреспондент BBC заявила, что получила информацию из источников, на что президент Азербайджана попросил привезти эти источники. И когда корреспондент отказалась, Алиев ответил, если вы не можете назвать их, значит вы придумываете какую-нибудь историю. Число пользователей интернета в Азербайджане превышает 80%. Вы можете себе представить ограничения СМИ в стране, где интернет в свободном доступе, нет цензуры и 80% пользователей интернета. У нас миллионы людей используют Facebook. Как вы можете говорить, что у нас нет свободных СМИ? Это предвзятый подход. Это попытка сформировать определенное мнение о Азербайджане у западной аудитории. У нас есть оппозиция, у нас есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность, есть свободные СМИ, есть свобода слова. Если вы подняли этот вопрос, могу я задать вам встречный. Как вы оцениваете то, что происходит с господином Ассенжем? Это проявление свободы прессы в вашей стране? Спросил Алиев. Так он напомнил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассенж, который провел два года в посольстве Эквадора в Лондоне, в конечном итоге был задержан и в настоящее время находится в британской тюрьме. Президент Азербайджана успешно разоблачил лицемерие BBC, которое оставит под сомнение основные свободы в других странах и в то же время финансируется налогоплательщиками из Соединенного Королевства, страны, в которой находится под стражей Джулиан Ассенж. Можно подчеркнуть, что спецдокладчик ООН Нильс Мельцер считает Ассенжа жертвой несправедливости и политических преследований со стороны правительств Великобритании и США. Это означает, что Запад, который игнорирует и даже поддерживает преследования журналистов, подобных Ассенжу, не имеет морального права критиковать не только Азербайджан, но и любую страну в целом. Также, как известно, столица Азербайджана Баку стала любимым местом для переговоров на различных уровнях. Но почему? Есть много причин, по которым стоит проводить встречи и форумы в столице Азербайджана, которые имеют большое значение для судьбы всего мира и отдельных регионов. Суть в том, что Азербайджан действительно независимое, самодостаточное государство, доказавшее свою важность на мировой арене как надежный и предсказуемый партнер, которому доверяют все ключевые центры силы. Страна поддерживает хорошие дружеские отношения практически со всеми странами мира, включая Соединенные Штаты и Россию. Державы, которые десятилетиями играли решающую роль в судьбах современного политического мира.